МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да-да, хотелось бы рассказать о специализированных прокурорах. Это по предмету надзора, они, конечно, у нас делятся. И есть специализированные прокуратуры, природоохранная, транспортные прокуратуры, которые находятся у нас в закрытых административных образованиях, и которые находятся на территории обслуживания закрытых объектов. Поэтому есть у нас еще военные прокуратуры. Поэтому вот такой спектр. На территории, в состав нашей прокуратуры, Ханты-Мансийской автономной округа, у нас две специализированные прокуратуры по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях и природоохранная. Но на территории округа действует Сургутская транспортная прокуратура, входящая в состав Уральской транспортной прокуратуры, со статусом субъекта, и юрисдикция военной прокуратуры Тюменского гарнизона. Какие у них компетенции? Наших? Что касается наших, у нас на территории есть колонии и СИЗО. Поэтому надзор за находящимися лицами, лишенными свободы, находится как раз в компетенции нашей прокуратуры по надзору. То есть все рассмотрения и обращения, которые поступают, как от самих тех, кто там находится, либо, может быть, от родственников, ну и за действиями администрации тоже осуществляет надзор наша исправительная прокуратура как раз по надзору за его. Природоохранная. Здесь честное пересечение с территориальными прокуратурами. Она у нас межрайонная, поэтому есть ведомственные приказы, которые разграничивают их полномочия. Ну, все, что касается более глобальных, конечно же, вопросов, там, экологии, в сфере ТЭКа, по экологические какие-то вопросы. Это, конечно, наша природоохранная прокуратура. А чем занимается транспортная прокуратура? Что-то, что произошло на транспорте? С такими вопросами туда обращаются? Здесь это самое. Транспортное тоже свое разделение. Не все вопросы транспорта, конечно, к ней относятся. Автомобильное, что касается, вы знаете, дорожно-транспортных происшествий, это, конечно же, вот идут нау. Это уровень вот как бы наш, да? А вот все, что касается транспорта, например, водного, железнодорожного, там, морского, водные пути наши местные, да, это все, таможенная сфера, это все входит в компетенцию транспортной прокуратуры. Более того, здесь у нас к нам поступают жалобы, например, ну, потому что с дислокацией какие-то авиакомпании стоящие, и пишут в нашу прокуратуру. Поэтому всегда обращаем на это внимание, что в зависимости от вопроса, конечно, но большая часть этих жалоб перенаправляется именно в специализированную транспортную прокуратуру. Поэтому для решения вопроса, скорее всего, проще туда. А вот с военной прокуратурой как разграничиваются полномочия? Здесь по военной прокуратуре у нас в рамках нашей компетенции, значит, осуществление надзора за исполнением о воинской службе, воинской обязанности, да? Ну, проще для того, чтобы телезрители, как вы понимали, то все, что в нашей компетенции, это до призыва, все действия до призыва. Это наша территориальная прокуратура и прокуратура субъекта. Все, что касается от призыва и назначения альтернативной службы, так и дальше, это уже компетенция военных прокуроров. Наталья Михайловна, а если вдруг человек написал заявление не туда, ну вот не в ту прокуратуру, дойдет оно до нужного места? О, это не к нам. Да, или все. И ведро. Утилизировали бумажку еще. Нет, нет, нет. Если гражданин, как скажем так, не вот... Мы почему и просвещаем для того, чтобы знали, чтобы быстрее это все решалось. Если написали в прокуратуру, которая, например, нам не подведомствует, не по нашей компетенции, мы сами направили это в обращение в нужную прокуратуру и уведомим об этом гражданина. То есть он не потеряется. Не потеряется. То есть не потеряется, как и, собственно, и мы не потеряемся. Потому что впереди отпуск. Ну и благодаря, конечно, вашим рассказам, теперь мы стали гораздо подкованнее, но летом мы также продолжим знакомение наших телезрителей со всеми нюансами, ну и, конечно же, с прокуратурой в том числе. Наталья Михайловна, спасибо огромное. Спасибо. Что пришли, что рассказали. Доброго бодрута желаем вам. С гостей прощаемся. Спасибо. С вами живите две, две с половиной минут. Дождитесь. Субтитры сделал DimaTorzok